МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В любой литературе можно найти. И вот стерлядь, она в районе Выкатного поймана в 63-м году. Вот смотри, какая гигантская. А это... Сейчас ты не хранил. Нет, есть, сейчас... Бестер называется, белуга со стерлядью, вроде большие, а все говорят, что стерлядку такую поймал. Это все... Или вот, смотри, хороший экспонат такой. Мне так он нравится. Это французская сборная. А что это такое? Французская сборная. Меня попросил Флоранс Баверель Робер. Была такая биатлонистская. Сейчас вот Мария Даранабера, а сейчас была, наверное, у меня такая большая грудь, она такая... И она говорит, есть ли возможность у вас найти старинный инструмент и подарить нам? Я говорю, да, конечно, есть. Старинный хантейский инструмент. Ручная работа мастера Резонова. Я ночью сделал его. Это вот не именно он, но он точно такой же. Я сделал такой же, да? И здесь вот я сделал, вот здесь сделал из лобзика, из пилки лобзика. Сделал вот такой... Да, я сточил острый гранит и сделал такой вот, так вот наживаешь, динь-динь-динь. Резонирует. Да, да, резонирует. Ну, музыкальный инструмент. Они были так рады, они всю ночь играли на нем и отломили вот этот инструмент-то сам. Мне это было так жалко, пришлось новый сделать. Но они вот сейчас во Франции. Но они думают, что это настоящий, да? Да, настоящий есть. Вот это вот женская половина, а вот это мужская половина. Она закрывается вот таким... Вот такой... Вот я ее покажу. Такой занавесью. Такая занавеска. И это, знаете, такой материал называется... Укрытие-то, знаешь? Грядки укрывается. И вот я на нем, посмотри, нарисовал медвежий праздник. Вот прямо видно в медвежий праздник. Вот тут. Вот это кровать. И вот есть даже, смотрите, вот такие запилы. Знаете, как охотник убил там медведя или белку застрелил? Это я сам изготовил. А это что-то все? Это такой, знаете, над костром висит этот... Ну, крюк такой. Да, на нем... А вот сделано, например, вот, посмотрите, вот из цельного куска. Помните, я показывал там? Да. Вот из цельного куска сделана такая эта... Эта... Вот такая цепь такая. И вот роспись такая. Ну, скажем, такая. Вот это вот солнцестояние, посмотрите. Вот видно, что это солнцестояние, да? Да. Лето на зиму переходит. Ну, и весна начинается. Вот видно олень, да? Олень бежит, видно, за оленихой. Вот прямо тут некоторые детали заметны. Тут лисы. Я летал раньше на вертолете, на Ми-8. И, конечно, мне захотелось отобразить себя вот в таком стиле. Вот вертолет летит над солнцем, над землей. Тут уже семья пошла, тут уже дети пошли. У меня машина была. Угу. Я изготовил еды такого, и притащить у меня не было возможности. Ни прицепов, ничего раньше не было. Я его зацепил тросиком и по дороге по аэропортовской тащил. Останавливают ГАИ. ГАИ останавливают. О-о-о-о, сюда нарушение транспортировки грузов. И, представляете, я что сказал? Два сотрудника таких. Я говорю, вы знаете что, есть такой бог Торум. И мне нужно до рассвета, ночью было, до рассвета его катить по земле. Ну, представляете, я буду два года катить до этого, до туда. И кто встретится на вашем пути и помешает этому, на него будут кары. И они так подумали, правда-неправда, я говорю, откуда я знаю, да? И они говорят, счастливого пути, только немножко с дороги правее едьте. Я говорю, это все вот сейчас здесь, за чем стоит три идола. Субтитры подогнал «Симон»